так надо чтобы у нас было видно двоих ты можешь кстати контролировать контролировать угол наклона чтобы было видно мы пока налаживаем технический вопрос мне нужно было бы понять было бы прекрасно если те кто присоединяется к нам напишет слышно ли нас и видно ли нас пишите просто в комментариях слышно ли нас и видно ли нас и все ли хорошо у нас в принципе со звуком очень благодарны приветствую еще раз всех кто присоединяется отлично супер спасибо огромное обратную связь да здрасте ирина здравствуйте все те кто нас будет смотреть в записи в том числе эту запись мы постараемся сохранить надеюсь что ничего не отвалится у нас вообще эксперимент технический да мы находимся в одном помещении но при этом с двух телефонов чтобы точно вся аудитория и собственно моя и юлий ой козбай у нас видела и не пропустила самую важную информацию поэтому напомню что сегодняшняя тема наше прямого эфира это краски гладкие краски для внутренних работ понимаете потому что тут надо проходить очень простым языком расходе то есть гладкие декоративные в общем никуда запутаться именно поэтому я знаю что эта проблема существует у моих заказчиков эта проблема существует наверняка у обычного обывателя поэтому я решила поговорить с юлей на эту тему где же такие краски существуют в принципе такие банальные вопросы которые наверняка нас всех интересуют сначала хочу представить что юля это у нас собственно сотрудник ойка салона ойка сбай из бресте потому что есть разные у нас именно в бресте мы позиционируем себя и она является декоратором то есть как это называется мастер на все руки мастер очень сложно сказать объединить все что я делаю но я и технолог получается салона ойка сбрести и получается обучаю мастеров нанесению наших декоративных материалов так что вы можете приходить и обучаться также я произвожу кстати шеф монтаж на объекте это то есть я вместе с мастером или тот кто хочет научиться этому прямо на вашем объекте на стене выполняем работы по нанесению и каждый слой проговариваем что как наносить каким инструментом какая должна быть температура эксплуатации разбавляется ли материал не разбавляется и когда мы это все наносим мы чувствуем материал мастер хорошо обучается и потом может наносить материалы и сами самостоятельно то есть на самом деле как это лайфхак для повышения своего чека мастера дорогие потому что у юли можно пройти мастер-классу с на просто не только ее материалами но и максимально себе продавать в этом потому что нанесение красок как я уже успела узнать на самом деле это непростой процесс взял валик и покрасил ну то есть как обычно кажется ну что купил это ведро краски главное же вложиться в что материал да то есть материал можно купить хорошие а потом приходишь на объект да есть умельцы разные мы сами себе покрасим почему пошло не так мы сегодня собраться на а надежда это дизайнер интерьера хочу вам представить надежду владелец собственной студии антроименной работает как в оффлайн таким онлайн по республике беларусь и пояс за границей насколько это возможно онлайн у меня были заказы и в далеком когалы не три с половиной тысячи километров от меня между прочим и в финляндии у нас были заказы и в польше естественно родная польша поэтому в принципе онлайн объекты пожалуйста но и по беларуси тоже не всегда есть необходимость двигаться ехать онла точнее оффлайн на замеры всегда можно найти помощника которые сделают но проекты делаем онлайн успешно практикуем поэтому если что обращайтесь тоже итак соответственно ближе к теме напоминаю что наша тема сегодня это краски гладкие краски потому что охватить полностью спектр весь темный просто невозможность и это будет очень много информации поэтому сегодня поговорим именно о внутренних красок для внутренних работ для внутренних стен именно о гладких красках в принципе какие они бывают потому что на самом деле если вы приходите наверняка первое что нам хочется сделать пойти в магазин какой-нибудь большой до строительный посмотреть что там продается смотрит ну краски и краски да собственно только ценник у всех разный и в принципе как ее выбрать по цвету по баночке по производителю далее по составу на что обращать внимание вот об этом мы сегодня и поговорим у нас есть вопросы в том числе одна из зрителей моей аудитории и аудитории юли в принципе ну какие-то такие самые популярные мы сегодня зададим для того чтобы раскрыть подробнее этот вопрос в принципе да давай начнем с простого по порядку в принципе какие краски бывают ну лишь какие-то по типам по видам делятся как-то же они различаются да это конечно но я немножко хочу чуть с другого начать вообще краска из чего она создает что вообще в этой банке находится в банке находятся связующие пигменты растворитель либо разборитель потом наполнители и различные добавки которые позволяют краске выполнять какие-то определенные функции так как там получается чтобы потом грибки не росли чтобы краска не выцветала вот и вот из этих компонентов потом и различаются краски по связующим например смотри я могу можно я себе немножко перебью наточню получается что от наличия тех или иных компонентов в принципе уже и зависит то стоимость которую вы платите чем дороже получается и чем качественнее вот эти связующие или наполнители тем более прочная и более долговечная получается краска вот и вот из этого уже краски распределяются разделяется на очень большое количество различных видов но мы сейчас поговорим о основных это такие минеральные потом силикатные половинлиноцитатные страшно латексные силиконовые и про самое наверное классное это акриловые в принципе мы конечно же придем к тому что мы вы считаем самые популярные и самые удобные и приятные использования для внутренних работ да конечно же но мы должны были назвать весь этот спектр это не весь это вообще не весь маленький чуть 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 совсем чуть чуть вот и поговорим об этих красках так начнем с минеральных они изготовлены на основе минерального компонента это например цемент или известь как правило это гашеная известь и эта краска в основном применяется на фасадах здания но также может применяться и внутри помещений достоинство этой краски в том что она супер дышащая потом она не горючая а что значит слушай вот это вот слово все говорят супер дышащая все такие шторки простым языком что значит супер дышащая это значит что краска позволяет получается как это объяснить давай давай простым языком чтобы нам всем было понятно что такое дышать дышать стена это то что например из нее может выйти влага то есть в ней не задержится влага значит не распространяется те самые грибки да там поговорим то что не распространяется да все правильно они экологичные паропроницаемые и что еще немаловажно со временем эта краска карбонизируется и она набирает свою прочность это немаловажно но эта краска очень плохо переносит агрессивную среду то есть смотри без граната обязательно для наружных работ но ее надо сверху с чем-то покрыть чтобы наверняка да ее надо защитить а чем покрывают обычно дополнительно ну у каждого производителя есть в линейке свой специальный состав которым можно это все покрыть то есть можно грубо говоря усилить эти свойства краски как бы ее закрыть пленкой да специальные лаки лаки пропитки чтобы эта краска очень долго вам служила у нас такая краска защитный состав называется супер финиш 24 ну об этом лучше я правильно понимаю что любой защитный слой он продает глянцевость нет не правда не правда есть разные степени есть сатинированные есть глянцевые то есть мы можем подобрать любой получается лак защиту который нам надо хорошо но в принципе минеральная она популярна в принципе ее можно ну не знаю брать для всех работ или все таки она чуть хуже скажем так в линейке красок стоит по свойствам вообще вообще применяется для больше реставрационных работ потому что раньше как раз только ей краски а то есть если вы додичься того же самого эффекта который был на вашем старом здании который вы купили 18 века или там бабушки какую-нибудь усадьбу отреставрировать то берете минеральную краску минеральную вот выяснили уже интересно ага вот дальше силикатные краски они получаются смесь минеральных и получается в нее добавили специальные компоненты такие как калевое жидкое стекло оно придает прочность материалу и долговечность этому покрытию и в этом случае ее уже покрывать ничем не надо она ну очень стойкая ко всем жидкое стекло это прям звучит очень серьезно химия когда деться она у нее все те же преимущества но прибавляется устойчивость какие-то недостатки она такая прекрасная она будет уже дороже дороже она дороже кроме цены что-то еще есть подводных камней под нее надо определенные грунты то есть только подсиликатные краски и также она не может наноситься на любые поверхности то есть на дерево хорошо а на что можно наносить грунтуется своим грунтом и можно наносить на бетон ну получается на стене все остальные какие-то там не знаю металл и дерево это не красит просиликатные краски хорошо понятно уже по крайней мере чуть-чуть сейчас очень сложное слово полилиноцитатные это очень популярные краски потому что они скажем так очень по низкой цене это то есть если мы заходим в масс-маркет магазин то скорее всего это полилиноцитатные знаете как я быстро его выглядела слово краски понимаешь они производятся на основе ПВА и знакомый ПВА помните чаще всего их применяют конечно для потолочных работ они тоже очень дышащие краски но они вообще не моющиеся то есть их помыть только сухой а то есть поэтому на потолок чтобы уж наверняка к нему не подобраться нас радует этот цвет и пускай он там далеко где-то нас и радует ну даже протереть каких-то там мошек вот я не знаю те люди которые живут в частных домах вот этой краской я бы не советовала красить потому что мошка залетела вы ее прибили и все прибили я прям уже представила эту картину когда мы прибиваем на поток я так делала в деревне да и потом хочешь почистить но в любом случае вы потом эту краску только перекрашиваете помыть ее я так понимаю что перекрашивать придется прям все потому что пятно видно будет сразу же даже если мы покрасим точно ее от угла до угла перекрашиваем ну тут одну плюсу я так понимаю она бюджетная она очень дешевая да поэтому как бы вы понимаете да качество и цена они действительно как-то взаимосвязаны прямо пропорционально в этом случае ну да следующие краски очень популярные сейчас потому что они тоже не очень дорогие латексные краски но здесь есть нюансы нюансы да надо смотреть состав краски из чего же она состоит что туда напихали потому что вот эти латексные это полимерные краски туда могут запихнуть не очень качественные материалы так что надо следить за этим то есть вы видите на полке латексная краска но нужно прежде всего заглянуть в состав да собственно если вас там ничего не смущает то можете приобретать что не смущает или это прямо лучше сначала прийти к тебе про консультизм это долгая тема или там сложные слова ну нет ну получается есть такой компонент как стирол это который объединяет все компоненты краски но она не очень как бы не советовала бы наносить получается помещение которое не проветривается потому что эта краска она и не получается такой вот первый взгляд накопительный эффект они вреда да она вредовостная вообще ну детские точно не красили никакими такими красками ну не жилые помещения я так поняла тоже но в принципе на улице вы можете использовать красить ну внутри помещения то есть друзья это то же самое когда знаете мы порошок стиральный можно выбрать в магазине в принципе любой на полке да но если мы хотим постирать детские вещи мы обычно читаем состав потому что это тоже штуковина я честно говоря не понимаю это называется потому что накопительный эффект и там очень много различных ну вот например когда я этими красками наношу потому что мы с мастерами хотя на них будет написано что они решили эко что они разрешены и это и для внутренних работ но при этом вы должны понимать что если в них есть стирол их ни в коем случае нельзя для тех же самых внутренних работ и тем более для живых помещений и детских использовать даже даже если она на стене узо высохла она все равно выделяет все вот эти вещества которые вы дышите и поэтому знаете надо подумать десять раз стоит ли экономить на краске той самой которая у вас не на полгода и не на год скорее всего это такое базовое что называется декоративный материал для своего интерьера да который скорее всего вы не будете перекрашивать там каждый год и каждый год ну достоинство этой краски что она очень хорошо моется ее можно использовать во влажных вообще пространствах таких как получается ванной комнаты она не боится этого ничего ну слушайте с одной стороны его можно использовать в ванной комнате но она сразу же проветривалась при нагревании она испаряет или как нет но я имею ввиду что есть просто разные компоненты есть на стироль а то есть они есть хорошие да есть хорошие вот оно что они просто будут дороже они опять будут дороже все круто короче есть латексные краски которые очень круто используют в влажных помещениях они ничего не боятся но нужно смотреть чтобы они были без стирольной составляющей и тогда вы прям будете дышать нормально пользоваться ей хорошо собственно это хорошие краски но у этих красок низкая устойчивость получается они выгорают со временем а к ультрафиолетовым излучения у них очень низкая стойкость то есть если у вас картина висит на стене покрашена латексной краской значит что вы когда ее снимаете через полгода насыщенные тона да они могут показать ну дать о себе знание понятно так дальше так ну тоже одна из хороших красок это силиконовые она сочетает в себе качество акриловых красок и силикатных красок но из названия силиконовых так понимаю что они какие то такие растягивающие что ли да но они гибриды это получается гибриды они вообще ну я не знаю у них есть недостатки или нет но единственный недостаток это высокая стоимость если вы ей покрасите то простите ну она так понимаю на века по сути если уже купить ее и покрасить то силиконовые силиконовые можно сказать интересное название силиконовые да они хорошо переносят получается попадание на них воды паритроницаемые ну у них бойкосы есть силиконовые краски есть если что приходите озвучишь и напугаешь нас или не помнишь ладно хорошо если что не сегодня хорошо и акриловые краски это в основном то что наши они экологически чистые эластичные водостойкие как моющиеся паропроницаемые устойчивы к излучениям устойчивы к высоким низким температурам то есть перепадам когда там плюс двадцать и минус двадцать они все это хорошо переносят ну то есть они могут как внутри помещения так и снаружи применяться они быстро сохнут по отношению к другим красам удобно на сколько быстро прямо через сутки там есть три степени высыхания то есть первая степень это когда пыль не прилипает ну это потом ну ладно хорошо у нас целый эксперимент не запланировали хорошо потом и очень инструмент хорошо очищается водой недостатки это тоже высокая стоимость ну конечно пониже чем силиконовая пониже то есть как бы в принципе доступно и режим хранения акриловые краски они на водной основе и хранятся только в определенной температуре это плюс пять градусов и не выше тридцати даже я бы не сказала тридцати двадцати восьми градусов чтобы с краской ничего не стало потому что если она замешает она превращается в туровую и уже наносить ее невозможно да ну и вот плюс пять и сколько что плюс пять то есть не должна замораживаться не меньше плюс пяти градусов правильно а максимальный 28 ну то есть опять же нормальная комнатная температура то есть если даже вы покрасили помещение уже свое то надо эту всю краску краска хранится безумно долго я не знаю не разводить водой и хранить в хороших условиях то есть в теплых она хранится ну очень долго у нас были краски которые красили мы ну баночкой правда десять лет но по тех своим условиям она хранится пять лет больше всех я не знаю все остальные производители дают два года на гарантии с того материала у нас прописано что на пять лет то есть получается если вы купили чуть больше лучше купать сюда чуть больше потому что мало ли можно подкрасить причем насколько я знаю этими красками можно подкрашивать если нужно подкрасить то не только прям всю поверхность да но можно кусочек да можно кусочек прокрашивать это прям лайфхак да покупаете чуть больше на литр допустим оставляете себе и знаете что через год достали из своей кладовки да только главное чтоб она была ну я так делаю я делаю так у меня двое маленьких детей а это такие сорванцы то что лучше как это полигон для испытаний двое детей в квартире где покрашивать маленьких детей маленьких да так хорошо мы поговорили про все основные такие популярные да самые популярные основные то что вы встретите в своих супермаркетах вообще то что везде ну соответственно если мы говорим как правильно их выбирать мы должны понимать для чего нам нужна краска в какое помещение а будет ли это по помещению проходным да то есть насколько велика вероятность вымазать эту краску да элементарно если мы в прихожей прокрашиваем стены самый популярный вид мы сегодня обсуждали с Юлей как можно вымазать стены в прихожей это когда мы ногой случайно тиранули об эту стену да от ботинка элементарно остался след да такой не очень приятный это черный да естественно понимаешь это проходная зона потом кухня это вообще мне кажется кухня гостиная там где можно принимать гостей слушайте кто видел наши stories предварительные вы думаете мы просто подготовили бутылочку вина нет мы не как это пить собрались это вино мы просто собрались чисто ради эксперимента потому что бытовые условия да мы создаем абсолютно бытовые условия вы же понимаете что кухня столовая это то место где мы можем принимать гостей причем за лихваски и вдруг внезапно этот бокал может разлиться и попасть на ту же стену покрашенную и вино на самом деле это очень агрессивный материал кто на себе заливал наверняка знает а у нас вино тем более с каким-то гранатом да ты говорила гранатом гранат он вообще какой-то еще по-моему темный гранат да больше чем винный уксус он прям очень сильно объедается поэтому как говорится все покажем как происходит в жизни поэтому когда вы выбираете краску нужно определить для себя куда насколько она должна быть защищенной будет ли на нее попадать стрямые лучи солнца если какая-то проходной без окон помещение в принципе вы можете брать которые не сильно ультрафили разные кладовки получается там гардеробные опять же можно более бюджетные естественно краску но особое внимание стоит уделиться конечно цены кухни про безопасность экологическую безопасность настоящую которая написана да ну естественно безопасность использования ухода в дальнейшем так дальше значит у нас были основные вопросы еще следующие какие как правильно мы проговорили выбрать более-менее если разница между матовыми полуматовыми красками в использовании разница есть и это разница идет здесь как раз я сделала такой образец где я показала что есть краски тогда помоги мне сейчас я попробую можно показать а я не вижу видно ли вам блик здесь полосочки вот то что пальцем ты держишь это как раз глянцевая но глянцевые краски есть под них очень хорошая подготовка либо подчеркивать какой-то декоративный эффект и матовая на этом образце также у нас есть между полуматовые полу глянцевые полу глянцевые полу глянцевые вообще в линейке ойхерс 3 Наша краска называется ультра-сатена, она первого класса на истирание, потом поговорим об этом чуть-чуть дальше. Есть матовая, полу-сатинированная, так называется, и лючидо, глянцевая краска. Да, видно, хорошо видно. Лучше всего, конечно, будет мыться лючидо, глянцевая краска, но у нас она ассоциируется, если честно, с больницами. Особенно если покраснется зеленый цвет, или какой-то бежевый. Так что для более таких мест, где надо более повышенное мытье, получается, ситуационные способности, лучше использовать сатинированную. Даже видно сейчас, что она не там глянцует. Словички полу-глянцуют. И также и матовая. Матовая тоже очень прекрасно моется, и мы сегодня, конечно, будем ее мыть и проверять. Я как дизайнер, сразу вам скажу. Конечно же, мы все дизайнеры очень любим матовые краски, потому что только, мне кажется, матовая краска может... Ну, опять же, зависит тоже от стилистики, от задумки, но в основном, да, после современной интерьеры, конечно же, мы берем матовые, там, полуматовые тона, потому что они лучше всего передают нашу задумку в глубину, цвета и так далее. Поэтому, но с ними можно работать очень успешно, и мы сегодня как раз проведем те самые эксперименты, которых, я надеюсь, что вы ждете. Кстати, я забыла упомянуть, ты так аккуратнее, да, у тебя трясется телефон. Я забыла упомянуть в самом начале. Для тех, кто будет смотреть этот эфир и дождется до конца, я расскажу, как получить материальный подарок и от меня, и от салона Ойкос. Очень приятный, поэтому ждите, будет у нас полезный гайд, как выбрать краску и как получить скидку на эту самую краску. Поэтому ждите, я все расскажу подробно. Итак, поехали дальше. Значит, вопрос был следующий. Можно ли самостоятельно, качественно покрасить стены? Ну, то есть, вот пришли к тебе, да, купили краску, базу, ну, ты даже не заколеровала, все, как бы дала ведерко, в принципе, взяли валик и пошли красить. Получится ли тот самый эффект, который мне нужен? Для того, чтобы хорошо покрасить, надо хороший, во-первых, инструмент, ну, как бы не обо что, он дорогостоящий. Также валиком с рынка не получится покрасить. Ну, надо знать, какие. Просто есть валики, которые лезут, это, опять же, у вас будут проблемы. Вы только нанесли, а у вас остались ошметки от валика, ну, борс, потом могут оставаться полосы от валика. Ну, опять же, это от качества валика зависит. И надо знать, как вообще подготовить краску для нанесения на стену. Наши краски, так как они итальянские, мы привозим их не готовыми, а, получается, концентрированными, чтобы с Италии воду не везти. Ну, и воду нет смысла. Да, нету воду. И, получается, такая краска, как ультерсотен, в неё надо добавить 25% воды. Другие краски совершенно другие, то есть, есть и 50%, то есть, с одного литра вы получите полтора литра. Вот. И вот это всё надо, конечно, знать и использовать. Плюс температурный режим нанесения, это тоже очень важно. И если соблюдать все эти... То есть, на сквозняках не наносят. На сквозняках горячую. Очень жарко, раскалённую, походу тоже. Дождь не потечёт, да, всё будет. Оно не потечёт, ну, пересохнет. Получается впитываемость стены намного выше и... Ну, то есть, на самом деле, мастер, который занимается этими красками, он должен всё это знать? Мастер, конечно, он должен всё это знать. Да, а вот если вы просто пришли и с ведёрками пошли покрасить, то, скорее всего, будет эффект неожиданный. Если, получается, ну, все эти советы, этапы пройти, то краска ультра-сатен, она вообще легко наносится. Ну, если разбавил в правильной пропорции, если всё проклеил, если приобрёл хороший инструмент, наша краска, она саморастекающаяся. То есть, если даже какая-то, ну, как это сказать, если что-то остаётся, даже после кисточки, вот, когда кисточка краски, есть немножко поток, да, она растекается со временем, то есть, пока она не высохла, и позволяет вам... Исправить такие огрехи. Ну, не исправить, а, ну, как бы... Подкорректировать. Как это сказать? Не накосячить. Ну, то есть, она прошает ошибки, а называется нанесение. В принципе, вот у нас ультра-сатен не так всё и плохо, да? Ультра-сатен вообще прекрасно наносится, и мне с ним, наверное, вопросов не будет. Также ультра-сатен краску наши мастера, ну, вообще мастера в Бресте, очень часто берут для покраски плинтусов, потому что их краскопультом не задуть, для того, чтобы литуса были красивые, бесфактурные. Краска у нас саморастекающая, то есть, она очень прекрасно ведёт себя на стене. Вот, и так как вы добавляете воду... Если что, его не видно. Я думала, что вот так вот его видно. Это красотенчик. Вот, так что вопросов нанесения нет. В принципе, именно с ультра-сатен краской нету. Ультра-сатен это краска из тех, которые мы перебираем, это акриловая, правильно? Это акриловая, да, конечно. Чтобы вы понимали, это красота самая акриловая, не самая дешёвая, но и не самая дорогая, но очень хорошая по качествам. У неё есть каких-то недостатков только у собственных условий содержания её, да, то есть нельзя её в холоде, допустим, и, собственно, ну и что? Ну, цена, но здесь надо сравнивать цена-качество. То есть она, в принципе, ей по тем же составляющим, по качеству, да, то, что она может быть моющаяся, и защита аутрафиолетов у неё хорошая, правильно? Она не выгорает. То есть она долговечная, прочная, и поэтому, в принципе, аналогов ей как таковых, да, и не существует. Ну, она и есть, но цена-качество. Здесь самая лучшая пропорция. Да, то есть за эти деньги вы с этими качествами, скорее всего, не подберёте аналогов. Они могут быть дешевле аналоги, именно... Ну, значит, там не будет шпит-ка компонентов. Мы уже говорили в самом начале, компоненты таких нет, поэтому, собственно, цена нежная. Собственно, вы должны понимать, что тогда через год у вас та картина, которая висела на стене, она, скорее всего, вокруг неё всё вытветит, она будет очень яркая за ней стена. Ну, это один из моментов, да, либо стена будет, например, не так отмываться, потому что то, что происходит с этим, с этой краской ультразатаны, для меня это шок. То, что делает с ней Юля, и что она отмывает, это просто удивительно. Это я от своих детей узнала. От своих детей узнала. Дети просто провели эксперимент, и Юля узнала, что это всё работает. Да. Хорошо. Так, про это проговорили. Смотри, какую краску можно покрасить радиатор? Слушай, это любимый вопрос от дизайнеров, потому что мы всегда хотим покрасить в один тон всё вообще, всё, что видит в этой стене, чтобы наверняка у нас и слилось, не микрировалось максимально. Есть такие краски? Получается, в коллекции Ойка есть специальное вообще направление. Называется этот материал вообще навалис. У него есть большой, не знаю. Да, ну, оно утеркалит, но мы в гайде всё будет. Кстати, те, кто дождётся конца эфира, знают, как его получить. В гайде всё будет. Да. Этот навалис, это эмаль, которой можно красить всё. Она идёт по ВХ, по ПВХ, по дереву, по металлу. То есть вообще всё, ваш старый сундук, старую тумбочку, не знаю, полированный стол советский. Можно покрасить? Можно. А полировать нужно при этом? Ну, наверное, надо будет, чтобы сцепка акдезия была очень хорошая. Лучше всего... То есть для тех, кто любит работать руками, очень прикольная штука. Можно пройти после. И в этой краске, опять же, есть несколько степеней. Это матовая, глянцевая и сатинированная. Ну, полуглянцевая. Цветовая гамма здесь очень большая. Колируем в любой цвет. И на этой палитре не останавливаемся, так как у нас есть в салоне услуга подбери цвет индивидуальный. Да, у меня вообще есть задумка создать свою индивидуальную линейку цвета, поэтому мы с Юлей максимально сотрудничаем. Поэтому если вы хотите что-то придумать свое, и у вас есть задумка заколеровать какой-то определенный цвет, которого нет в палитре, в веере, Юля это сделает. Это ко мне. Юля умеет, видела, знает точно, как это сделать. Не видела, а делала. Я видела, ты это делала. Я подтверждаю, что видела. Да. Хорошо. И не только у себя на месте. То есть у меня даже есть заказчица, которая ездила на объект, которая редактировала цвет, у нее прямо на стене. Ну, то есть оставалась банка, и я прямо у нее на объекте. Мы по капельке добавляли, потому что добиться определенного цвета можно только в том помещении, где происходит ремонт. И ездить заказчице, и как бы и мне было неинтересно. То есть добавил пару капель каких-то определенных красителей, поехал на объект. Нет, я собрала все свои. Ну, это, кстати, сейчас я тоже оговорюсь немножко. Когда вы подбираете краску, нельзя прийти в магазин, неважно. Или просто в маст-маркет какой-то магазин, нельзя прийти и сказать, мне, пожалуйста, этот цвет, и купить полный объем. Ни в коем случае покупайте самый маленький, допустим, объем. Бывают пробники, либо колеруют вам пробник небольшой, едете на свой объект, выкрашиваете либо часть стены, либо образец выкрашиваете в виде какой-то, вот как у нас здесь за спиной стоят образцы различные, примеряйте на своем объекте. Потому что на каждой стене, на каждом объекте по-разному падает свет. Разные, собственно, у вас там еще могут быть, отражаться в окне, например, вашей многоэтажки, какая-нибудь многоэтажка с красной стеной. Вы можете не подозревать, но она может давать вам в окно блик с розовинкой на ваши белые стены. И чтобы это скорректировать, нужно добиться другого совершенно цвета. То есть это момент ваш. Никогда не покупайте полный объем. Лучше проконсультироваться с дизайнером, и подъехать тоже сделать выкрасы вместе. Вам помогут выбрать. Либо, собственно, в салоне подойти, заказать этот образец. Юлю тоже можно это сделать. Да, заколировать, заказать такой вот образец, с ним поехать, например. Если вам не нравится, вы приехали, с ней на полтона светлее, на полтона темнеет. Ну, точнее, лучше начинать самого светлого, конечно же. Потому что, если у вас нет базы белой, которая будет разбавляться, от светлень будет сложновато. Проще, конечно, затемнять, добавляя какие-то, опять же, красители. Хорошо. Дальше. Краски Ойкос, мы уже сказали, что они стойкие к мытью и стиранию. Это был вопрос, в принципе. То есть мыть можно. Смотри, а есть ли во влажном помещении акрыловые краски можно применять во влажных, именно в душевых? Ну, не рекомендую. Лучше сюда все-таки плитко. Силиконовые. Ну, есть краски, да? Не, ну, ну, ладно, можно есть микроцемент, это уже отдельная. Да, это уже декоративные штукатурки. Но краски лучше всего. Именно краски лучше всего, конечно, там, где попадает плата. Просто мы говорим не о пяти лет эксплуатации, не о десяти, а о пятнадцати и выше. То есть наши краски выдерживают. Мы работаем, чем, 2003 года, это мы уже работаем 20 лет, и к нам только приходят клиенты, чтобы перекрасить цвет, не доделать, не менять материал. Они не приходят для того, чтобы вот у нас материал уже там стерся. Нам просто цвет надоел. То есть они от нас не отказывают. Ну, то есть как происходить. Если пришел один раз на эту краску, попробовал, то все. Так что с другой краской вы не захотите красить, потому что в эксплуатации эта краска, ну, вообще краски Ойкас, они достойны и долговечны, чтобы вы не возвращались к ремонту долгие-долгие годы. Вот о чем мы говорим. И когда мы говорим о пятнадцати лет, то мне кажется, никакая штукатурка даже не выдержит. Ну, с тобой согласно. Может, конечно, по начальству. А те стены, все остальные, там, где вот пар попадает, наши краски спокойно выдерживают. Но особенность в том, что должно быть хорошо подготовлены и все предыдущие стойки. Да, то есть краска как раз может быть, ну, штукатурка, если плохо поработает, просто отварится ваша краска вместе с штукатуркой. Со штукатуркой. То есть здесь еще надо иметь, то есть это должны быть шпаклевка, хорошие, опять же, материалы. Опять же, нельзя, друзья, экономить, я постоянно про это говорю, что можно сэкономить, пускай вы лучше купите более дешевый диван, который надоел, блин, через 2 года выкинули, продали на куфоре, купили свежий. А вот тот базовый ремонт, который вы закладываете в свои стены, поверьте, вы не захотите через год заново шпаклевать, штукатурить, не дай бог, красить. А иногда работы мастера стоят намного дороже, вообще материалы строительные. Просто пальцы. Да. И получается, что за мастера заплатили, а на материале сэкономили. Ну, собственно, это вообще... Да, это отдельная тема, что называется. Поняли мы по поводу... Иногда разница бывает в материале доллар на метре квадратном, а когда у нас комната там 20 квадратов и 20 долларов переплатить, ну, мне кажется, это иногда смешно. Это статья экономии, конечно. Если уж делать, то сделать в этом плане нормально, а если не делать, то сделать совсем. Не вызывать мастера, тогда уж лучше само. Так, слушай, тут спрашивали, в принципе, что за краски Ойкос где они производят? То есть это... Краски Ойкос производятся только в Италии и больше нигде. Владелец очень тщательно следит, вообще директор Ойкоса, тщательно следит за пропорциями, за составом своего материала и не сомневается. Репутация нашей краски, да. Получается, краски Ойкос выпускаются с 1984 1984 года, то есть нам уже... О! Ровно когда я родилась. Боже, я признала в своем возрасте только что. Такой кошмар. И рецептура, ну, как они мылись, как они хорошо мылись, так они и моются. Клиенты к нам не возвращаются. Да, 38 лет неплохой, конечно, срок, чтобы понять, что это... Ты призналась? Да, я просто, ну, уже сказала, поэтому говори, говори бы. Хорошо, про это мы выяснили. И, собственно, а чем же отличаются от других вообще красок, присутствующих на рынке? Ну, давайте, ну, не знаю, какой самый большой конкурент у красок Ойкос? Можем сегодня называть имена или нет? Ну, в плане не знаю, может быть, качество цены, я бы сказала, потому что понятно, что масс-маркет мы сейчас вообще не берем. Ну, у нас в Бресте это Копорол. Ну, всем понятно, да. Опять же, Копорол, это производство... Да, это момент. Ну, мне кажется, у нас не место производства, но и те же самые Копорол. Очень, да. У нас, получается, производят, вот когда мы сравниваем с немецкими красками, которые производятся за границей, конечно, там и качество очень достойное, и, как бы, вообще эти краски... То есть, когда вы видите тот же самый Копорол, смотрите на производство. Скорее всего, это будет Брест. А если производится в Бресте, ну, как бы, даже сравнивать... Даже не вариант. Сразу скажу, честно. Скажем честно, это не просто хейт, это, ну, мы объективно говорим, если вы найдете Копорол немецкий, да, можно брать. Он хорошего качества и ничего не против. Просто, ну, опять же, у нас аквиловые краски, а там чуть-чуть другие. Там другие, да, там чуть-чуть другие. Но, опять же, они производят разный. То есть, ну, основной у них состав чуть другой. Понятно. То есть, в принципе, хорошо. Отличаются составом, да? И, в принципе, от аналогов, ну, если потом уже качество, то цена у вас даже, наверное, выходит чуть ниже, чем у хорошего Копорола, да? Мы сравнивали недавно на объекте с одной из популярных красок Копороле. И есть еще одно но. Наши краски, они, скажем так, колеруются бесплатно. Стоимость колорантов уже в нашей краске включена, заложена. И когда мы сравниваем, например, колерованные, то есть, например, чтобы получить вот этот серенький, да, или какой-то такой тоже легкий оттеночек, ой, здесь у нас сейчас нет, ну, вот такой оттеночек, то стоимость краски может отличаться. Вы платите и за базу, и за колоранты. А у нас это уже все. То есть, как мы назвали стоимость, такая она и остается. напоминает историю с дверьми. Когда ты приходишь в хорошую, покупаешь дверь, и сколько стоит, да? Он 2000 рублей, блин, дорого. Придешь к другому, сколько стоит? 600 рублей. Классно, беру, а потом начинается фурнитуру докупи, зарисовь докупи, наличник докупи, добор докупи, получаешь те же 2000. И ты такой, блин, вот она в чем загвоздка. То же самое примерно и здесь, друзья, да? То есть, вопрос именно в том, что вы покупаете все включено, да? А когда вы приходите, там, казалось бы, краска чуть подешевле, может кажется, что вам за каждое лишнее движение, за колорирование, за базу, ничего, что это надо будет. Плюс мы делаем образцы, то, что немало важно. По всем самому делаем. Вот прям за мной это прям класс. Потому что ты приходишь, говоришь, Юля, я хочу вот такой образец, вот сделай мне, пожалуйста, на объект. Делаем бесплатно, я просто в шоке. Конкуренция надо выживать. Так, наши краски, они тут не готовы, как я говорила, они как бы с Италией воду мы не везем. Мы везем чистый материал. То есть, это тоже особенности наших красок. Мне кажется, у других производителей никто краски не разводит. То есть, их уже разводят. Разведенные, значит, что-то добавят, может быть, колорант, да? Да, только добавляют колорант. Ну, у нас тоже. То есть, большие эти объемы, и все. Ваза, в которой добавляются колоранты. Плюс, достоинство наших красок, то, что они супер экологически чистые, там, как это значок, а плюс-плюс, плюс-плюс, я бы сказала. Такой вот экологичности, да, когда они. И, получается, тогда вы красите нашими красками, в эту же ночь вы можете оставаться спать, вообще ночевать в помещении, нет никаких запахов. А в декоративных материалах, наши декоративные материалы, вообще пахнут, нам сказали, духами, итальянскими дорогими. И этот запах, он такой вот ненавязчивый, он такой тонкий, но сразу, если ты приходишь на объект и сделано что-то ойкосом, все сразу понимают ойкос. это как наш почек. Но это не важно, когда мы делаем быстро тоже ремонт, ну, как бы быстро хотим въехать, да, например, мы живем в этой, в этом доме-квартире, вы просто покрасили свежие стены, через сутки вы можете заезжать спокойно жить. в эту же ночь. Единственное, в эту же ночь, в эту же ночь, в эту же нюанс-то говорила, что они подолг, как это, накапливают свои, например, мыть ее нельзя сразу же. Мыть и крыловые краски надо через месяц проверять их эксплуатационные вот эти способности, способности, а вот получается на отлив, когда вы прикасаетесь к краске, то ничего не будет оставаться. Уже через сутки. Ну, не через сутки, через восемь часов. Через восемь часов, боже мой. Хорошо. Через восемь часов. Смотри, у нас, в принципе, мы уже так долго болтаем, я бы хотела перейти уже к экспериментам, но прежде всего задам тебе еще один вопрос, тоже от наших подписчиков ВК, точнее моих, был вопрос. Недавно слышала, что матовые темные краски это очень сложно в быту, любые пальцы, любые прикосновения сразу остаются на поверхности и не поддаются реставрации. Так ли это, есть ли способ учтить такой проект дополнительно, каких решений с покраской стоит избегать, затрудненности и так далее. Ну, в таком духе, да, то есть мы говорим про темные именно краски. Как наши Ойкас темные краски, темные цвета вообще, есть ли разница между темным и светлым, остаются ли на них пальцы? У нас был объект, вот в начале, вообще, в 2003-2005 году мы делали краски лицок черными красками, вот из этой сети. это и навалис. Мне кажется, этот цоколь там до сих пор, да. То есть это как для внутренних, так и для наружных работ. Вот навалис красочка. Это черный цоколь до сих пор, вот когда по Кушнице едешь, там вот этот магазин, там еще вот этот северинский, вот этот цоколь это наша черная краска. Я не знаю, сколько. То есть, если его протереть тряпочкой, то, что он припылился все-таки рядом с дорогой, он до сих пор ничего. То есть, в принципе, ответ приходите за краской Ройкос, и она, как бы, ни пальцев, никаких этих самых целей. Она умолится прекрасно. Чем она более глянцевая? Но тут особенность в том, что, мне кажется, наши мастера не имеют ничего с глянцем, именно подготавливать глянцевую поверхность. Ну, знаете, пупырыс должна быть, чтобы она была красивой, она должна быть без этих, знаете, вот этих маленьких пупырышков, да, которые... Потому что глянец он это все увеличивает в пространстве, он становится более выжимым. Вы прям будете видеть в каждую свой изъян свои стены. Лучше в этом плане матовую, конечно, использую. Так она прекрасно отмывается. Вопросов нет. Ну, как бы, тряпочкой, протерлись, моющим средством. Ну, как бы, я на своем опыте мыла... Ну, вообще, вопросов нет. Слушай, давай, тогда переходите к вопросу о мыло на своем опыте. Друзья, у нас сейчас будет просто смертельный номер, потому что, смотри, может быть, вот это вот уберем, чтобы не за этот самое, не за... Что мы сейчас будем делать, вообще, расскажи. Все начнем. Давай ты. Давай еще самого, наверное, простого. Сейчас, вообще, у меня дома краски Олькас, вот данная вот эта ультра-сотель. Может, я баночку покажу? Давай. И за сутки расскажу. Ну, готовила. Да, вообще просто. Так, мы будем использовать образец, да, здесь у нас ультра-сотель. Это наша красочка ультра-сотель. Первый класс на истирание, вообще, их пять, чтобы вы знали. Самый классный, это первый класс на истирание. А это у тебя какой класс? Это первый класс на истирание. А чем выше, тем лучше? Или тем выше, тем ниже? Первый класс самый крутисткий. Все, понятно. Лучше его нет. Чем ниже, тем лучше не использовать. Первый класс на истирание это самый крутой. Да. Как я познакомилась? Ну, вообще, краски я всегда отмывала, я детям спокойно отдаю. Вот вы как раз у меня в группе в инстаграме, можете посмотреть, там мои дети. Ты будешь рассказывать, а я в свою камеру переверну, буду показывать твой стол. Это будет самый лучший вариант. Да, рассказывай. Вот, я всегда давала своим детям мелкие, чтобы они там рисовали, все это прекрасно всегда отмывалось. Но однажды, перед новогодней ночью, вот прям вот до Нового года осталось пару часов, мой ребенок решил, мама, смотри, как я умею. И взял помастер, и вот это вот все так вот прекрасно мне разрисовал. До Нового года осталось пару часов, сейчас придут гости, и что же делать? Все это легко. Он тебе нарисовал снежинки? Или Деда Мороза? Пытался. Кажется, по мастерам, так что мне кажется, это был Дед Мороз. И вот посмотрите, как оно, а у меня белые откосы, это все было на белом откосе. Капец. Вы смотрите, как она превосходно отмывается, сколько красоты. А если она постоит полдня? Ну, если честно, мне кажется, отмоется. Но лучше всегда все отмывать, сразу на свежее, да? Да, конечно. И смотрите, и нет следа. Слушайте, я просто... Фантастика. Вот, друзья, я прям ближе подвожу. Сейчас я выжду воду. Чтобы вы понимали, да, это просто капельки воды, никаких... У нас вот Таня спрашивает, Татьяна, этой краской можно покрасить даже дверь, покрытую ПВХ-пленкой? Я правильно понимаю? Есть у нас специальные грунты, которые вообще для непористых поверхностей. Этот грунт, получается, можно покрыть стекло, ПВХ, а затем вы можете красить любой краской. Ты говори, я просто поправляю камеру. Все, понятно. То есть, в принципе, можно. То есть, ответ можно. Просто нужно использовать специальные грунтовки. Да, специальные грунты, они у нас есть. Сначала проходят... Ну, я не знаю, даже нет следа. Слушайте, ну, я не знаю, кому еще показать. Да. Видите? Никаких следов. Вообще шикарно. Идеально. Можно я попрошу вас, Надежда, дайте мне телефон. Даю. Уйдите. Уйди. Ох, вот, догожились. Я вас попрошу. Вот так наступите. Оставьте нам след. А, слушайте, ну, это вот... Оставьте след в истории, друзья. Смотрите, исторический момент. Только так хорошо, да, конечно, очень хорошо. Я прям попрыгала, чтобы вы понимали, я прям попрыгала. Слушайте, у меня такие миски слишком чистые у меня. Ты можешь сказать, что у тебя погрязнее. Давайте потолчимся. Ну, все. Ну, что-то мы оставили. Смотрите, там, мне кажется, видно. Видно. Ну, конечно, не так, как могло бы быть, да? Ну, предварительно, просто... Нет, видно, видно. Сейчас я попробую. Просто на камере. На камере, вот видите, вот этот вот след у нас остался. Так. Ну, вот и пяточка. Пяточка. Ну, мы прям старались, конечно, надо было сильно больше потоптаться на улицах для этого, конечно, но, тем не менее. Ну, опять же. Она, видите, и устойчива к механическим повреждениям, получается. То есть, вопросов у нас ни следа не осталось. То есть, в принципе, вы можете даже бить в стену ногой, если очень сильно разозлитесь. Не надо бить в стену. Не, ну, подожди, но сейчас, понимаешь, бывает, что... Ну, вот смотрите, мы потоптались, нету ни следа. И еще, очень часто задают вопрос, а вот если я помою, останется глянцевый ли какой-то след, да? Ну, видно вот это вот место, там, где я помыла. Но оно высыхает, и потом ничего не видно. Ничего не видно. Сейчас мы посмотрим, развод, например. Сейчас, подождите, там еще влажно. Ну, вот сейчас, вот видно, да, здесь бликует, видите, да, где влажно. Сейчас она вытрет там и посмотрим. Давай, видим. Друзья мои, смотрите, я на свет, и видите, никаких бликов. Все отлично. Шикарно, Юля, что мы еще можем сделать? Также, у нас есть красочка, опять же, я напоминаю, на валис. Сейчас мы... Вот сейчас ее видно, кстати, не в зеркальном виде, я ее показываю, да. Отлично. Сейчас я вам покажу то, что не выдерживает, как ты говорила, не выдерживает керамогранит или что? Нет, подожди, керамогранит. А, нет, да, кстати, не выдерживает не только керамогранит, имеется в виду, сейчас будем показывать эксперимент с вином. Просто, например, друзья мои, мрамор, мраморные поверхности натуральные, да, либо не очень качественный кварцевый агломерат, столешница, например, на кухне, если вы их белым, точнее, черным говорю, красным вином зальете, у вас почти 100% останется пятно. То есть, например, даже столешницы кухонные, которые, в принципе, для этого предназначены, не выдерживают красное вино, а уж тем более в составе которого есть гранатовый сок. А мы сейчас что будем делать? Прямо заливать все будем? А, я бы сейчас его залью. Сейчас зальет и себя, точнее, себя не отмоет, а образец посмотрим. Ну вот, смотрите, красным по красному прям жутко. Это не кровь, друзья, это вино, да, с гранатовым эффектом. Не хочет даже впитываться. Вот так вот. Можно его дольше еще подержать. Могу оставить. Чтобы для точности эксперимента. Да. Как быстро оно все. То есть, за счет чего происходит вообще такая устойчивость вообще к таким агрессивным средам, да? Мы же понимаем, что на поверхности краски очень супер тонкая, да, но защитная поверхность просто, покрытие существует. А краска, это нужно дополнительно покрывать краску, либо это уже идет в составе краски? Это идет уже, на ванде идет сразу. Ну как же и в ультра сотейне, все идет сразу. Это акриловые смолы, водные дисперсии. И когда даже мы открываем баночку, сразу же видно, что у нас вот типа водички. То есть, ее сливать ни в коем случае нельзя. Все вмешиваем. Перемешиваем. Перемешиваем, да. И все. Мне кажется, тут и даже следа нету. Вот. Ну скажите, тот, кто будет, собственно, смотреть потом, и у нас просто царапина была на образце, если что, не обращайте внимания. Тот, кто будет смотреть записи, я прошу вас оставить комментарий, понравились ли вам наши эксперименты. Андрей, привет. Вот, потому что действительно, мне кажется, это круто, очень круто. Слушай, смотри, мы еще подготовили, помнишь, я тебе показывала образец? Хотела показать, друзья, что вообще краски – это такой фронт для творчества, на самом деле, огромный. Что когда мы говорим краски, мы, как правило, представляем себе гладкие краски. Но на самом деле краски могут быть декоративны, точнее, с декоративным эффектом, которого можно добиваться различными способами. И эффекты могут быть настолько многообразными, мне кажется, что еще дизайнеры все не придумали. И вот сегодня, например, Юля со мной поделилась одним из последних объектов. Это реальный объект. Посмотрите, это не штукатурка. Я просто хочу обращать ваше внимание. Это краска. За счет того, что у нас краска идет неразбавленная с водой, ее можно использовать как фактуру. То есть здесь, конечно, мы еще покрыли, получается, специальным лаком, который придает вот этой фактуре еще дополнительные линии. Ну, за счет перехода цвета. Более беленький инструмент для нанесения этой фактуры. Скажу сразу, что аналогами не получается наносить аналоговую штукатурку. Невозможно наносить нашим инструментам, потому что забивается. Все зависит, опять же, от состава. И также получается даже нашей краской невозможно другим инструментам нанести. Потому что совершенно другие линии. Это же не просто коврик, как ноги вытирать. Это специальная заводка. Да, целая образработка. А как наносится эта фактура? Очень легко. Первый слой наносим валиком. Просто получается наш ультра-сатен, неразбавленный с водой. И проводим линию при помощи инструмента. И сразу же у нас образуется фактурка. Слушай, ну ты так все просто рассказала на самом деле. Ну и самый главный вопрос, который я задала на самом деле Юле, сейчас я уже переведу на себя камеру, что, ну, смотрите, мы вам рассказали все секреты, сказали, что пойти купить, как даже выглядит инструмент, но в итоге получится тот самый эффект, вот тот самый образец или нет? Сколько процентов даешь, что получится у любого смертного? А, нет, ну для любого надо, ну, сначала, когда вы приступаете к нанесению на своем объекте, надо брать самые невидимые стены, которые будут за шторами, чтобы ваша рука стала, ну, правильно, чтобы она создавала... То есть мы можем все-таки навык, навык мы должны получить, друзья. Так все просто не получится, да? Это уже... Поэтому, как мы уже говорили, к Юле можно обращаться не только за покупкой, но и, собственно, за мастер-классами. За мастер-классами всех обучаю. Андрей, кстати, это к тебе. Андрей знает, присоединился к нам. Андрей у нас умеет делать разные штуки тоже. Правда, мастера иногда, как бы, то, что я девушка, может быть, смущаются, да. Но уже с многими мастерами, пожалуйста, наверное, их сейчас нету, не подтвердят. Я уже сделала объекты вместе, становились, и они обучались. Ну, сделали объекты вместе, вот скажем так. Да, то есть есть услуга, как это, параллельный шеф-монтаж, что называется. Когда ваш мастер производит работы под руководством Чурки Мюли. Вместе. Да, естественно, ну, вместе, да. Вместе, вместе, вместе. Она корректирует какие-то процессы, и, собственно, вы получаете тот самый Андрей. Да, это тебе тоже, если нужно, ты улучшаешь Юле. Она научит, проконтролирует, и вы получите классный эффект. Смотри, Юля, у нас, в принципе, уже час прошел, поэтому я хочу немножко ускориться, да, быстро. И хотела бы рассказать еще один момент, что, на самом деле, когда мы говорим про краски, вообще, в принципе, про слон красок Ойкос, не нужно концентрироваться только на этой теме, потому что, на самом деле, есть еще дополнительный ассортимент. Я думаю, что, в принципе, например, про декоративные краски и про декоративные штукатурки, вообще, это вообще тема, на которой мы просто выйдем еще в один или два эфира дополнительных, почему бы и нет, уже больше. Все, в общем, Юля дала согласие, это здорово, это может быть хорошая традиция. Но при этом хотела бы рассказать, что здесь можно приобрести не только краску, собственно, да, но и, расскажи сама, что еще у вас можно купить, заказать. У нас ассортимент вообще в продукции, не только Ойкос, у нас есть ламинат, у нас есть паркет, у нас есть плинтуса, напольные, получается, напольные плинтуса, потом лепной декор. Такие, как Европласт, Орак Декор, сейчас новый у нас появился поставщик. Сейчас, я думаю, что открывается, чтобы я сейчас не сломала, потому что, на самом деле, я только что приобрела на один из своих объектов, да, новый, собственно, назывательский потолочный карниз, да, есть и плинтуса, в том числе, или плинтусной декор, да. Да, на самом деле, это аналог тот самый Орак Декор и Европласт, Европласт чуть-чуть попроще в этом плане. Ну, почти в два раза дешевле. Ну, по цене, друзья мои, в два раза дешевле. И я вам скажу, я как, ну, я знаю, мне рассказывали монтажники, что маленький нюанс в, господи, в партиях. То есть, если большая партия, то партия к партии, она может чуть-чуть, неизначительно отличаться на миллиметр какой-то, да, в стыковочных моментах. В остальном, в принципе, нареканий никаких нету, да, здесь еще можно... Вода дюбеля можно посадить, и это все красивенько дюбеля, все эти шашки спрятать. И поэтому, на самом деле, по цене, это шикарный плинтус, и вот мы сейчас просто сэкономили на этом, благодаря тому плинтусу, на получение цен, на получение цен, очень хорошие денежки. Поэтому, кому нужно, приходите, покупайте, все просто. Да, что еще? Также есть FATL, это розеточки, выключатели, терморегуляторы, там все это есть, ну, вообще во всей этой коллекции. Что еще? Ну вот, собственно, смотрите, мы уже сказали, что это краски, это понятное дело, что штукатурки, это могут быть плинтуса трехпроизводителей, да, карнизы, лепнина, дефор, это может быть ламинат и паркет, да. Поэтому, и между прочим, возвращаясь, кстати, к той теме, которую я поднимала в самом начале, от меня для вас будет подарок, потому что, если вы хотите получить, купить какой-то особенный, у нас среди Пасха, если вдруг вы задумывали к Пасхе сделать ремонт успеть, соответственно, самое время закупиться материалами. Вообще-то вот то, что цены, видоизменяются, чем это так, ну, как называется, это изменяют, а цены не растут, а изменяются. Почему заранее? Потому что корректировка цвета, ну, получается, создание образцов, это все занимает очень много времени, так что... Ну, то, что, знаете, пошел в магазин, купил пальцем цвета и купил, да, поэтому нужно, если вы хотите получить качественный результат, лучше всего обратиться за консультацией, собственно, ко мне, к дизайнеру, и, между прочим, у меня для вас просто беспрецедентное предложение. Если вы приходите, собственно, за материалами или какие-то красками, декоративными штукатурками, витниной, в салон Ойкос в Бресте, к Юле, я проведу для вас бесплатную консультацию по выбору, собственно, этих материалов. Да, я помогу вам выбрать правильно. И в квинтус нужны конфигурации высоты и цвет краски, что самое важное, когда приходят и говорят, какой же мне цвет выбрать, особенно, когда видят это многообразие, да, в палитре цвета, да, вот это вот, покажи второе веще. Еще больше. И самое важное, 5% скидки сразу же, сразу же от меня, ну, естественно, словом, если вы там какой-то большой объем, тоже можно добавить вам еще скидку, поэтому, друзья, это гораздо дешевле, чем просто пойти самостоятельно купить. Бесплатная консультация и 5% скидки. А также я для вас подготовила еще один подарок. Подарок называется гайд. Гайд по выбору красок, потому что мы тут час наговорили кучу полезной информации. Возможно, у вас сейчас взрывается мозг, и поэтому я ее собрала в маленький гайд, но очень подробный, полезный. Чтобы его получить, достаточно просто написать мне в Директ, собственно, хочу гайд по краскам. Все просто. Пишите мне в Директ, в Инстаграм, и получаете гайд. Целая классная брошюра со всеми поясняющимися, поясняющими элементами. Для тех, кто будет смотреть записи, все эти условия действуют в том числе. Так что, друзья, не стесняемся, пишем мне. Ну и, собственно, как найти наш салон Ольгаса? Мы находимся в Бресте, улица Гоголя, 66-1, цокольный этаж. К нам надо приспичаться. Если не найдете, просто пишите мне. Либо пишите. Да, либо пишите Юле. Я отмечу в том числе в посте, как найти, собственно, на Инстаграм. Те, кто смотрит мои подписчики кино, те, кто смотрит подписчики Ольгаса. Переходите, подписывайтесь ко мне и пишите в Директ. Хочу гайд. Я вам все пишу. Друзья, если вам было полезно, я вас прошу. Просто мы же не просто так старались, мы проведем здесь целые крутые эксперименты. Ставьте, пожалуйста, лайк, пишите комментарии. Хотите ли вы продолжение вообще, в принципе, этой темы? Интересны ли вам эксперименты? Мы даже можем в прямом эфире еще раз показать, например, на тему декоративных красок. Нанесение декоративной краски. Мастер-класс в прямом эфире. Если нравится идея, пожалуйста, оставляйте комментарии, мы обязательно ее осуществим. И я надеюсь, в следующем разу я разберусь с прямым эфиром в ВК. Сейчас ничего не понятно к нам происходит. Все, друзья, мы рады были вас видеть. Спасибо всем, кто был от начала до конца с нами. Вы прям мега молодцы. Я всех целую. Тоже. Приходите к нам. Всем пока. До встречи. До новых встреч. Саун Ойкос в гугле 66, группа 1. Или просто в неделю пишите мне. Все рассказываем. Приходите. Пока. Пока.